Матрица. Это научно-фантастический боевик, который взорвал наши умы в 1999 году. Как обычно, последующие части не были так успешны и среди фанатов, и среди критиков. Но я хочу поделиться с вами моими размышлениями, которые, возможно, прояснят некоторые детали. Имейте в виду, спойлеры. Давайте я начну с самого главного. Нео – это машина. Не человек, а искусственный интеллект, который воссоздали внутри человеческого тела. Так кто он тогда? Киборг? Андроид? Для этого вообще существует название? В любом случае это не имеет значения. Что действительно важно, так это то, что его создали машины. А теперь по порядку. Помните, как агент Смит вошел в сознание Бэйна в фильме «Матрица. Революция». Примерно так же сознание Нео было помещено в тело, которое находилось в спячке. И когда Морфеус пробудил его с помощью красной таблетки, алгоритм избранного заработал. Вы спросите, но зачем это машинам? Логичный вопрос. Дело в том, что матрица, которую вы видите в фильме, не первая, а шестая. Во втором фильме «Матрица. Перезагрузка» архитектор сам рассказывает об этом Нео. В каждом предыдущем цикле «Матрицы» был свой избранный, который перезапускал систему, чтобы стабилизировать ее. Каждый цикл длился примерно сто лет, а потом «Матрица» становилась нестабильной, и появлялась необходимость в избранном, чтобы ее перезапустить. Но загвоздка в том, что машины могли бы сделать свою жизнь намного проще, создав искусственный интеллект, который бы полностью подчинялся их приказам. Вместо этого они создали избранного, у которого, как и у всех в «Матрице», был выбор. Поэтому в каждом цикле он мог выбрать, либо перезапустить «Матрицу», либо уничтожить ее. Нео сделал последнее, но ему все равно нужно было отправиться к источнику, чтобы заключить договор с машинами. Не так уж много остается от свободного выбора, но ладно. Дело в том, что машинам было необходимо, чтобы избранный был свободен в своих решениях. В Сионе собирались люди, которые отвергли «Матрицу» и приняли красную таблетку. А машины со своей стороны хотели создать идеальную систему, от которой никто не хотел бы отказываться. Они не могли понять логику людей, которых не устраивала «Матрица», и им нужен был агент, который бы исследовал все возможные пути. Этим агентом и был избранный. Чтобы понять человеческие мотивы, Нео не должен был думать, что он не человек. Поэтому машины заставили его поверить, что он им является. У него есть выбор, свободная воля, человеческие чувства и эмоции. В общем, полный пакет. И все же в нем была еще одна составляющая, которая позволяла ему выполнить свою роль – верховная программа. С ее помощью он мог перезапустить «Матрицу». В общем, он живет человеческой жизнью, не подозревая, что он машина. Что дальше? Он исследует мир людей. Со своим человеческим сознанием Нео заводит друзей, влюбляется и выстраивает отношения с другими. Тем временем машины следят за ним и собирают информацию. Как я уже говорил ранее, машины не могли понять мотивы некоторых человеческих поступков, поэтому они наблюдали за Нео и ждали, когда он придет к источнику, чтобы перезапустить «Матрицу». После этого машины могли извлечь из его мозга информацию и, наконец, понять, что творится в головах у людей. Но все оказалось не так просто, как предполагалось. Когда Нео пришел к архитектору, он выбрал другой путь, который вел к уничтожению «Матрицы» и всех ее обитателей, людей и программ. Но это далеко не конец истории. Ведь после этого на арену выйдет агент Смит. Я вернусь к нему через минуту. А пока остается вопрос, что такого особенного в Нео, как в избранном? Ведь до него было пять других абсолютно идентичных избранных. Чем он мог отличаться от этой пятерки? Вот ответ. Ничем. Нео совершенно не отличался от своих предшественников. У них у всех был одинаковый набор характеристик. И хотя внешне они могли быть разными, по сути они оставались одним и тем же. После каждого перезапуска машины корректировали «Матрицу», чтобы она становилась более подходящей для людей. Но в системе все равно оставались ошибки, которые они никак не могли исправить. А потом появился Нео. Включаем эпическую музыку. Единственное, что отличает его от других, это его выбор. Сначала он принимает решение не перезапускать «Матрицу», как того требуют машины. Затем он перестает себя контролировать и объявляет войну машинам. И, наконец, он находит необычное решение проблемы. Именно этого машины никак не могли понять. Люди для них были совершенно иррациональными. Да, некоторые из нас абсолютно такие. Итак, мы возвращаемся к агенту Смиту. Помните, я говорил, что он сыграет большую роль в событиях фильма. Вообще-то, он это проделывал и в предыдущих циклах «Матрицы». Пифия наделила всех обитателей «Матрицы» свободой выбора. Как людей, которые плавали в своих капсулах, так и программы, которые либо прятались в «Матрице», либо были помещены туда машинами. Агент Смит как раз одна из таких программ. И его изначальной задачей было следить за людьми и взбунтовавшимся искусственным интеллектом. Ирония в том, что благодаря своей свободной воле он сам становился бунтарём и превращался в вирус, опасный для «Матрицы». Поэтому архитектор требует от Нео, чтобы тот отправился к Источнику и перезапустил «Матрицу», боясь последствий, если Нео его ослушается. Но избранный делает всё по-своему. Превращается в Супермена и спасает Тринити, ставя крест на будущем человечества. По крайней мере, так кажется сначала. В это время агент Смит становится реальной угрозой не только для «Матрицы», но и для реального мира. А делает он это с помощью трюка, который применял с Бэйном. Помните, я об этом говорил. Нео хочет от него избавиться, люди хотят от него избавиться, даже машины хотят от него избавиться. В общем, агент Смит не самый популярный персонаж. В любом случае, Нео делает уникальный выбор, который до него ещё никто ни разу не делал. Он решает сам бороться с вирусом, вместо того, чтобы уничтожить всю «Матрицу» и запустить новый седьмой цикл. Конечно, он собирается это сделать не за просто так. Нео требует мира между людьми и машинами в обмен на собственную жертву. Машины тут же соглашаются. А вы как бы поступили, если бы у вас был вирус? Переустанавливали всю операционную систему или попытались бы найти негодяя? Напишите в комментариях. Как бы то ни было, есть ещё один нюанс, о котором я не упомянул. Дело в том, что в трилогии огромное количество намёков, которые наводят нас на определённые размышления и указывают на очевидные выводы. И да, выводы заключаются в том, что Нео – это сделанный машинами человек или полумашина. В первом фильме мы этого не увидим. Там он просто спаситель человечества, лучик надежды. Это в фильме «Матрица. Перезагрузка» у зрителей должно появиться подозрение, что Нео не совсем человек. Когда он встречается с архитектором, становится очевидно, что в его сознании есть какой-то код, который не мог достаться ему от людей. И, наконец, в фильме «Матрица. Революция» Нео осознаёт свою миссию и даже видит путь, когда у него буквально больше нет глаз. Он видит машины и даже может управлять ими. Ни один человек не способен на такое, тем более вне «Матрицы». Это реальный мир, который подчиняется законам физики, а не компьютерному коду. Но у Нео, как ни странно, всё получается. В конце концов, шестой избранный делает сразу несколько вещей одновременно. Он устанавливает мир между людьми и машинами. Спасает Сион. Теперь город может больше не бояться уничтожения. И меняет «Матрицу» навсегда. Вот это, я считаю, продуктивный день. В любом случае, благодаря усилиям Нео, машины, наконец, эволюционируют и начинают понимать логику нелогичного, то есть человеческих чувств. Таким образом, после Нео больше не будет избранных, потому что он завершил работу, с которой архитекторы пятеро других избранных не смогли справиться за 500 лет. Вот и всё. Фильм, который в своё время вызвал у вас недоумение и заставил теряться в догадках, полностью разложен по полочкам. Но я не утверждаю, что моя теория на 100% верна. А как вы думаете, что означает концовка трилогии «Матрица»? Поделитесь своими предположениями в комментариях. Если вы со мной согласны, поставьте этому видео лайк, поделитесь им с друзьями и подпишитесь на наш канал. Присоединяйтесь к Эдми!